Только благодаря России сейчас Приднестровье выживает. Россия помогает сейчас и экономически, и политически, и пенсионеры сейчас получают свои пенсии благодаря Российской Федерации. И скажу честно, сейчас очень опасная ситуация в Приднестровье. С одной стороны, сейчас Украина давит Приднестровье, с другой стороны, Молдавия. Америка поставила перед собой задачу уничтожить Приднестровье как самостоятельное, самодостаточное государство. Что такое Приднестровье? Приднестровье это форпост России. Полторы тысячи километров от Москвы до Приднестровья. Там уникальная военная база. Там огромные большие склады в Колбасном находятся. И конечно, для Америки выгодно вывести оттуда миротворческие силы Российской Федерации и поставить свои натовские силы для того, чтобы можно было в любое время нанести удар по России. Россия это понимает прекрасно, поэтому Приднестровье никогда не сдадут. За Приднестровье мы будем драться и не отдадим Приднестровье на растерзание этим отморозкам. Вы поймите, в Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан Российской Федерации. А то есть это наш народ, это наши люди. Если бы там проживал бы хоть один американец, Америка бы просто-напросто съела живьем любого, кто бы непосредственно попытался бы как-то надавить или унизить американца. Так почему мы, как Россия, не имеем права защищать наших граждан? Почему мы, как Россия, не можем стать именно непосредственно между Молдавией и Украиной для того, чтобы отразить молниеносные те удары экономические, которые сейчас совершают со своей стороны Украина и Молдавия? Конечно, сейчас специально провоцируют и Россию, специально провоцируют и Приднестровье для того, чтобы развязать конфликт, для того, чтобы спровоцировать Россию, что вот Россия вмешивается, например, внутриполитические дебаты между Молдавией и Приднестровьем. Но я вам могу сказать одно, чтобы Приднестровье было, есть и будет. И никогда мы Приднестровье не отдадим на растерзание. А по поводу наших братьев-молдаван, я уверен, что в ближайшее будущее все там изменится. И та коррупционная власть, которая пришла, которая победила, победила нечестным путем, но обещав народу своему большие, великие возможности присоединения с Европой, и что мы видим, и что народ видит в Молдавии сейчас, что Европа ничем не помогает молдаванам. Все те фрукты, которые они выращивают у себя на своей собственной земле, они не могут реализовывать в Европе. Почему? Потому что там таких сельскохозяйственников своих достаточно. Молдавия всегда экономически была связана полностью с Российской Федерацией. Вся экономика была заточена на реализации продуктов питания именно сюда, в Россию. Если это возвратить, тогда будет и процветающая Молдова, и процветающая Приднестровье, но без Европы и без Америки. Вот на это сейчас и бьет само Приднестровье. Приднестровье кричит просто-напросто, признайте нас или возьмите состав Российской империи. Но и признать, и взять состав России мы тоже не можем. Если бы Приднестровье хотя бы граничило с Российской Федерацией, да, был бы для этого огромный большой политический потенциал для того, чтобы признать эту республику. Но если мы их сейчас признаем, и они отрезаны от России, между ними стоит Украина, то поверьте, Украина и Молдавия тогда полностью задушат Приднестровье. Они блокируют воздушный путь, они блокируют тогда непосредственно путь по железной дороге и автотранспорт. И тогда Приднестровье умрет. Мы этого не хотим, и мы этого не позволим. Поэтому сейчас наше руководство ведет вот такие политические дискуссии. Мы находим общий язык с руководством Молдовы для того, чтобы держать руку на пульсе и не дать возможности уничтожить Приднестровье. Продолжение следует...